приветствую вас на канале радкет перед вами игра буга буга смотрите сколько мне золото выпало из обычного обычные золотой жилы золотой руды сейчас в принципе ничего не происходило на этой неделе нового никаких новых интересных обновлений в игре не было поэтому я вам покажу просто как происходили так сказать обычные будни у меня ну а также я вам покажу нескольком интересных моментов начну с того что видите опять-таки падают метеориты я очень рад что это происходит и хочу кстати с вами обсудить этот момент видите я даже вижу куда падает метеор очень часто когда я захожу только в игру появляется метеор это еще один момент я как раз вот пытаюсь найти этот метеор и вот тут какой-то парень наглый берет и просто сбивают мою лодку я вижу что там акула поэтому мне нужно срочно сделать другую покрепче лодку потому что есть риск что она меня сможет укусить запрыгиваю быстренько на лодку спасаясь от акулы и вижу что даже двое они нападают не знаю второй пытался меня спасти либо же наоборот на всякий случай решая убивать обоих я не понимаю таких парней ребята ну вот зачем было нападать на мирно едущего себе магнетитового парня если тем более у тебя одурит я бы так не делал не поступал он конечно решил что у него большая дубинка он все сможет но видите он поплатился за свою неправильную мысль ну а также он наверное не смотрел мое видео где я показывал тест брони знал что с его броней против моей если у него нет никаких читов то ему собственно делать нечего ну что ж получилась наглядная иллюстрация того что не нужно нападать на выше себя уровнем ребят которые катаются в магнетитовой броне если конечно у вас нету читов ваша броня все-таки намного слабее ну да ладно я не об этом хотел рассказать а хотел вам показать что впервые я не знаю может вы это встречали раньше метеор падает воду я до этого ни разу такого не видел все время он на материк на сушу падает а здесь он упал в воду я немного переживал что магнетит сейчас будет падать в воду но вроде все в порядке он всплывает сейчас я быстренько пытаюсь забрать весь магнетит чтобы ни с кем не делиться магнетит очень часто тяжело доставать поэтому конечно каждый магнетит на вес золота кстати видео одно видео у парня было 600 магнетита ну конечно он донатил но все равно 600 магнетит а у него был золотой рюкзак и так далее но сейчас вот такой интересный момент мне осталось совсем чуть-чуть добыть магнетита три штуки из центрального ядра и тут меня ждет разочарование он проваливается воду и я не могу его достать видите он не активный так что все-таки опасения мои были не зря я решил поставить сундук возможно как-то не сундук попадут если сверху его поставить не знаю давайте пробовать ставлю надеюсь что они туда попадут но нет они тоже не попадают в этот сундук и просто исчезают и я больше не смог получить этот магнетит ко мне присоединился мой товарищ раввинаг я с ним уже играл их кстати в некоторых видео вы писали что он читер фу-фу-фу ты играешь читером ну давайте разберемся с этим моментом да действительно уровень ага у него есть 4 он умеет быстро ходить возможно сейчас можно умеет и летать либо же прыгать не знаю видел что он пытался это сделать но насколько это у него сейчас работает не знаю касательно во первых момента давайте досмотрим смотрите когда тут есть такая плита интересная когда магнетиты пропали под ними под нами точнее даже появилась вот такая вот плита из магнетита мы на ней прыгали мы пытались бить но ничего к сожалению не произошло но я вот первый раз такое вижу решил вам показать так вот я не против если у товарища в моей команде есть читы я лично ими не буду пользоваться и не приветствую читы но это очень все таки помогает против других читеров которые видят что у нас команде есть тоже читер они не такие агрессивные и они часто просто не нападают в другой бы ситуации я думаю что они бы обязательно напали и позабирали бы все у нас магнетитовую броню идем дальше теперь я тестирую свою броню я хочу определить спасает ли мой шлем который куплен за голду от удара то есть действительно ли он как броня либо же он просто как внешне для красоты но оказывается в принципе что тест показывает что он для красоты и урон через него проходит как и без него считаем то есть он сугубо для красоты а мне конечно очень бы хотелось экономить на магнетитовом шлеме не делать его если бы у меня был просто голдовый шлем одет и так кстати еще немножко по цифркам если у вас фулл броня минус 11 хп сносит дубинка если без шлема вы стоите минус 19 хп но если на вас одет только один элемент из магнетитовой брони то минус 27 хп так что ребята все таки делайте фулл сет из 9 магнетитов и тогда у вас будет всего 11 хп урон от самого на данный момент сильного оружия в игре это кристальной дубинки переходим к следующему моменту который я хотел вам показать это муравьи я давно хотел посмотреть будут ли они действительно нападать целая видите стая этих муравьев я их бью тут подходит ко мне какой-то один муравей и он действительно меня начал бить хотя вот очень странно то есть тех муравьев которых я бью они не агрятся на меня а вот этот отдельно муравей который ходит он почему-то с агрился и начал на меня нападать ну что ж видимо так работает они как-то зациклились и просто идут в стену ну а те новые муравьи которые появляются видимо могут нападать на людей но сейчас давайте еще посмотрим один момент очень интересный всегда когда я спускался королеве она была неактивная я без проблем ее убивал в этот раз она была активная она нападала и в принципе очень хорошо дамажила что было очень для меня неожиданно сейчас видите она на меня повернулась до этого нагрелась на другого и и сняла довольно таки неплохо хп несмотря на то что у меня фулл броня поэтому мне пришлось очень быстро пополнять здоровье я пытаюсь ее с лука с арбалета даже расстрелять пока у меня восстанавливается здоровье кстати хотел очень давно сказать что с обновлением наконец-то стало более удобно восстанавливать здоровье теперь вам не обязательно что-то грызть для этого здоровье восстанавливается само собой ну конечно медленно для того чтобы его ускорить вы можете что-то поесть но тем не менее раньше такого не было но сейчас я вам хочу показать еще один интересный момент с этой же королевой я с ней вот это дрался боролся и сейчас вы увидите интересный момент и так она на меня нападает и куда-то пропадает я даже видел момент как это сделалось она пропала и вместо нее появилась вот этот блуд фрут я конечно рассчитывал на магнетит но получил видите вот такую вот плюшку так что интересно это королева иногда эти магнетит дает если вы полностью убиваете если она сама пропадает то вы получаете кровавый фрукт но еще один момент хочу вам показать конечно же когда очень много в твоем клане людей то очень прикольно разбивать дерево вы можете получить много опыта правда вокруг вас очень много людей поэтому от силы вы получите два-три всего уровня если пособираете эти шарики но тем не менее сейчас это принципе тоже неплохо раньше хочу хорошо набивал опыт на мамонтах но сейчас ведь их с ледника убрали так что остается только дерево сейчас обновление кстати было как раз с яйцами написали что где-то якобы спрятано яйцо и мы с ребятами все обыскали нигде его не было естественно сбивали все тотем и походили покружили ну на 1 апреля вы видели что они написали что это была шутка конечно же никакого яйца нету но тем не менее и смотрите что еще хотел спросить кстати вот этого острова по моему не было рядом с вулканом видите слева сейчас на него как раз переправляюсь напишите так ли это мне кажется раньше не было и последнее о чем я хотел рассказать очень круто впервые у меня было такое что абсолютно все игроки вступили в мой клан и в принципе на какой-то момент только были игроки в моем клане 18 игроков нас собиралась вы в конце видео это увидите ну что ж на этом у меня все я буду ждать с нетерпением новое обновление надеюсь она будет крутым и подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новое видео о нем всем пока